Диалог Тины Канделаки со студентами состоялся в Казанском федеральном университете. Битва за телеграмм. Кто прав, а кто виноват. Всероссийские студенческие дебаты прошли в КФУ. Студенты КФУ и других университетов поборются друг с другом на всероссийских судебных дебатах. Для этого им необходимо решить смоделированные судебные дела. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете проходит модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты». Целью мероприятия является развитие и выявление у студентов знаний и практических навыков, используемых в профессиональной деятельности. Участниками мероприятия являются студенты юридических факультетов 60 вузов России и ближнего зарубежья. Гостями стали представители судебных структур, правоохранительных органов, адвокатуры и бизнес-сферы. В частности, с приветственным словом выступил председатель Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков. Дебаты проводятся по четырем секциям. Гражданское судопроизводство в арбитражных судах, уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции и конституционное судопроизводство. Также в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по юридической профессии. Всероссийские судебные дебаты продлятся до 21 апреля. Артем Тупичкин, Дмитрий Варламов, Универньюз. Об успехе, самореализации и мотивации рассказала Тина Канделаки, студентом Казанского федерального университета. Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала Матч ТВ поделилась своим распорядком дня и годными лайфхаками. О самых ярких моментах встречи узнаешь из сюжета. Добровольцы, welcome on stage, что называется. Итак, выходим. В таких слов вчера известная телеведущая, журналист и генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки начала свой диалог со студентами Казанского федерального университета. Для разогрева и настроя аудитории на активное общение Тина Канделаки позвала всех желающих на сцену и предложила встать в панку на минуту. Свой спортивный эксперимент со студентами она объяснила еще и тем, что в новом цифровом обществе физическая активность крайне необходима. По мнению Канделаки, каждый человек может стать гением. Каждый из вас может стать гением. Каждый из вас может стать великой актрисой, великим журналистом, великим продюсером, великим интерпренером. Чтобы быть гением и всегда оставаться актуальным, нужно саморазвиваться, обновлять знания и уметь распоряжаться своим временем, считает Тина Канделаки. На встрече была затронута и актуальная тема мессенджера Телеграм. Известная телеведущая поделилась мнением об анонимных каналах и рассказала, какое влияние они оказывают на общество. В современном мире, как мне кажется, как, опять-таки, я читаю у футурологов, сложно что-то запрещать. Надо просто всему обучать. И культуру поведения, и этику поведения в соцсетях, в мессенджерах. Студенты также задавали вопрос о распорядке дня Канделаки, о ее отношениях с Ксенией Собчак и об интервью с медийными лицами. Завершился диалог с Тиной Канделаки в совместном селфи. А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете. В Институте геологии нефтегазовых технологий КФУ состоялась масштабная встреча у выпускников. На базе Инженерного института Казанского федерального университета прошла 11 олимпиада для юных изобретателей Кулибины 21 века. Диана Шилова, Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюс. Несмотря на то, что суд принял решение о блокировке телеграмма, мессенджер все еще работает. А вот множество других интернет-ресурсов стали заблокированными. Подробнее расскажет Олег Кашин. Роскомнадзор имеет все законные основания для блокировки российского мессенджера Телеграмм. А решение Таганского московского суда лишь подтвердило правомерность действий Роскомнадзора. Но представители Телеграмма с блокировкой не согласны. Именно с этого момента началась так называемая гражданская интернет-война. Для мессенджера Телеграмм последствия оказались несерьезные. Он как работал, так и работает. Несмотря на то, что с перебоями это задело и другие сервисы. В Вайбе и звонки перестали работать. Скорее всего, благодаря вандализму Роскомнадзора, я не знаю, как это еще назвать, в попытке разрушить сеть, скорее всего, в течение дня будут отваливаться и другие сервисы. Однако сам Телеграмм не пострадает. Пока, несмотря на все усилия Роскомнадзора, мессенджер все равно работает. С самого начала Роскомнадзор предполагал, что для доступа к мессенджеру будут использоваться анонимайзеры, которые в России запрещены. Но Павел Дуров ввел в Телеграмм встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют никаких действий от пользователей. Обход блокировки основан на дублировании данных Телеграмм на сторонних общедоступных серверах. Телеграмм выбрал такую тактику, они арендуют другие IP-адреса и компании, у которых они арендуют, присылают пуш-уедомления с пользователем Телеграмм и тем самым они переходят на новые IP-адреса. Аренда вот этих IP-адресов, она превысит какой-то порог, то они, наверное, будут другие вещи, будут, скажем, использовать уже прокси-серверы, VPN, Tor и так далее, пришивать по списку. Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса. 17 апреля их число достигло почти 16 миллионов, основная часть которых принадлежит компании Амазон и Гугл. Проблема заключается в том, что в результате блокировок IP-адресов многие легитимные сервисы перестали функционировать. Под удар попали другие мессенджеры, почтовые клиенты, игровые сервисы, социальные сети, интернет-магазины и многие сайты. В России технически сложно заблокировать Телеграмм. Во-первых, интернет-пространство нашей страны открыто и является частью глобального интернета. Во-вторых, в России нет фаервола, как, например, в Китае. Некоторые СМИ приняли позицию, что Павел Дуров бросил вызов и победил. Надо полагать, что такая ситуация вынуждает государство в лице Роскомнадзору идти до конца. Интернет-газета «Взгляд» считает, что ошибкой Александра Жарова, руководителя Роскомнадзора, стало то, что не было озвучено. Речь идет не о полной блокировке, а лишь о затруднении доступа к мессенджеру, о создании максимально возможных препятствий для его функционирования. К тому же есть информация, что основной причиной действия государства стало введение Дуровым собственной криптовалюты, которую, по мнению силовых структур, можно использовать для продажи наркотиков и поддержки экстремистов. Надо отметить не очень хорошую работу Роскомнадзора не только в IT-сфере, но и в общении со средствами массовой информации. Олег Кашин, Универньюз. Как в России относятся к личности Владимира Ульянова-Ленина? Как он повлиял на события в мировой истории? И насколько тесно связан Ленин с Казанским федеральным университетом? Постараемся ответить на эти и другие вопросы. 22 апреля свой день рождения отметил бы российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель российской социал-демократической рабочей партии большевиков Владимир Ульянов-Ленин. Во многом фигура его противоречива. Одни считают, что его роль в истории исключительно отрицательна, другие, что это один из наиболее положительных гениев в истории человечества. Но вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, ни у кого не возникает сомнений в том, что это и личность мирового исторического масштаба. На пятый день после смерти Владимира Ильича, 25 января 1924 года, Валерий Яковлевич Брюсов, удающийся русский поэт, написал совершенно искреннее стихотворение, в котором, ну, смысл которого примерно сводится к тому, что, пожалуй, только вот рядом вот с этой личностью могут стоять, например, там времена Атимы или времена эпохи Возрождения. Советский Союз восьмичасовым рабочим днем признанием гражданского избирательного права для женщин ликвидации безграмотности дал сигнал, на который сразу же откликнулись Европа и весь мир. Советский Союз во многом изменил структуру мировой экономической системы. Одной из стран в мире, где почитают Ленина, считается Китай. В Китае про Ленина почти все знают, неважно, дети или там бабушки, взрослые, школьники, все знают. Но считают, все считают, что Ленин, он великий российский революционер. В Китае тоже есть это место, улица имени Ленина. И есть это маленькая библиотека, я знаю, тоже имени Ленина. Раньше Ленин здесь учился, и значит, университет необычный. Казанский федеральный университет тесно связан с именем Владимира Ульянова Ленина. В 1887 году он поступил в тогда еще императорский Казанский университет на юридический факультет. Именно Владимир Ленин был лидером Октябрьской революции. Ленин – это фигура очень важная не только для истории России, для судеб России, как прошлых, так и настоящих, которые очень глубоко это перевернули. И в Китае, и в Индии узкая революция, еще повторяю символом которой был Ленин, она оказалась своего рода символом возможностей даже. Того, что большая, но гнетенная западными странами нация, с древней культурой, с мощным потенциалом, она сможет сама решать свою судьбу. Сторонники мнения о положительных последствиях этого события считают, что благосостояние людей повысилось. Появилась бесплатная медицина, образование, страна вышла из кризиса и стала развиваться. Но при этом надо понимать, что все это достигалось большими жертвами, которые попали в жирнова того времени. Основным лозунгом тех лет была цель оправдывать средства. Анна Глазунова, Рустем Садриев, Универньюз. Ну вот и все на сегодня. Всем отличных выходных, до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok